Мое почтение, я Александр Михельсон. В последнее время в комментах к моим видео часто пишут, мол, снимаете вы, Александр, исключительно премиальные автомобили, новые автомобили, ну или средний сегмент. Это действительно так. Ну, из последних, наверное, бюджетных относительно автомобилей, это китайский кроссовер Chery Tiggo 7. Свежий, крайний тест-драйв Toyota Corolla, ну тоже ценник за миллион. Так что признаю, действительно так. И я решил исправиться и начать снимать не только нижний или бюджетный сегмент автомобилей, но и пойти дальше, поснимать бэушку, поснимать автомобили с пробегом. Потому что за 2018 год, согласно статистике, новых автомобилей было продано в районе полутора миллионов штук, а сделок на вторичном рынке было более пяти миллионов. Так что вторичный рынок у нас, конечно же, доминирует. В общем, я решил пройтись по автомобилям в ценовой категории 500-700 тысяч рублей. Думаю, это максимально востребованный сегмент. И сегодня у меня на тесте Toyota Avensis 2006 года. Итак, вот он серенький, по-моему, до сих пор симпатичный Avensis с двигателем 1,8 литра, 129 лошадиных сил. Ну, естественно, бензиновый мотор и, естественно, передний привод других Avensis, по крайней мере, на российском рынке никогда не продавали. Модель, к сожалению, не прижилась у нас в России. Ее заводили несколько раз, потом выводили из модельного ряда, снова заводили. Но что-то не складывалось. А не складывалась банальная вещь, так же, впрочем, как и с Toyota Corolla. Цена. Есть у нас Toyota Camry, бизнес-седан, который подавляет все вокруг себя, в том числе и своих собратьев по бренду. Ну, а так как эти модели ни Corolla, ни Avensis никогда в России не собирались, вот ровно из-за этого ценовая категория получается довольно высокая. Но, тем не менее, автомобиль крайне, по-моему, интересный. Я считаю, что это один из самых комфортных седанов в своем сегменте, если самый некомфортный. Есть Mercedes в этом году, которые могут побороться за уровень комфорта с Avensis. Но, наверное, и все, потому что и шумоизоляция, и настройка подвески. В общем, все в этом автомобиле сложилось здорово, кроме цены. Конкретно эту модель я взял у своих друзей и товарищей, которые активно предлагают на рынке автомобили с пробегом. У них одновременно, по-моему, может находиться на стоянке до 300 автомобилей. Называется компания «Союз Авто». И вот ровно про этот автомобиль я попытаюсь довольно подробно рассказать. А потом, в дальнейшем, продолжая свой цикл автомобилей с пробегом от 500 до 700 тысяч, ну, в этих пределах, я еще и сравню Avensis с какими-нибудь другими интересными и популярными моделями. Например, с той же «Соляркой», как ее иногда называют. С «Хендай Солярис», естественно, который бьет все рекорды продаж. И вот мы посмотрим, что лучше купить. «Солярис» 2014 года в районе 600 тысяч или все-таки Avensis. В заключении визуального осмотра логично загляну в багажник автомобиля, который открывается без всяких, конечно же, электроприводов. И, кстати, да, здесь у меня лежит такая хитрая канистрочка масла «Синтек». Откуда оно здесь взялось? Один мой товарищ на таком масле ездит уже год, правда, меняет он масло, ну, впрочем, как и я на своем автомобиле, правда, дорогое масло, меняет каждые 7-9 тысяч. И говорит, что, в общем, никакой разницы между какими-нибудь брендами, такими западными, мощно раскрученными, и вот таким маслом нет. Я решил попробовать. И вот в Avensis мы залили именно «Синтек» 5W30, самый, наверное, такой логичный вариант. И канистрочку я взял на доливку, на всякий случай. Так что, может быть, тоже стоит и вам проэкспериментировать. Дело в том, что у меня в прошлом году были эксперименты. Это из серии, знаете ли, «Покупай отечественное». Я на свой Туарег поставил резину бренда «Виатти», которая производится здесь у нас в России. И тоже, кстати, совершенно никаким образом не пожалел. Так что вот «Синтек» Платинум. Оставляем канистрочку и смотрим, что там находится под поликом внутри. Полик довольно жиденький, кстати. А внутри, между тем, полноценная запаска, домкрат, домкрат и, наверное, все. Сам, кстати, багажник довольно приличных размеров. Глубоко он туда уходит. И при этом, я забегаю чуть-чуть вперед, но, тем не менее, при этом и на задних сидениях места «Авенсиса» вполне достаточно. Закрываем багажник и теперь как раз покажу, как там на задних сидениях. Ну вот, я на заднем сидении «Авенсиса». Как видите, место здесь прилично. Коленками я сидений не задеваю. И при этом, видите, как развалился, как я откинулся назад, благодаря тому, что угол наклона спинок задних сидений очень большой. И получается, что вы здесь почти полулежите. Это сидение стоит в обычном стандартном положении. Если его немного, чуть-чуть вперед еще сдвинуть, ну, получится тогда совсем можно почти лечь. И это тоже один из нюансов, одна из составляющих комфорта «Авенсиса», о которой буду уже рассказывать на ходу. Но, чтобы картина была полной, я все-таки вам скажу, что у этого конкретного автомобиля 153 тысячи километров пробега и ценник на него 585 тысяч рублей. Вот столько за него просят. Но, как вы понимаете, любой автомобиль пробежный предполагает торг. Сколько, я не знаю, потому что не сам продаю машину. Комплектация аппарата приличная. Кондиционер, сигнализация. Магнитола читает MP3. Были, кстати, «Авенсисы» до, по-моему, третьего года, которые MP3 магнитолы не читали. И состояние, как видите, тоже вполне себе. Я попытался поискать разные коцки по кузову. Они есть, но они какие-то некритичные. А вот салону аппарата выглядит, по-моему, очень достойно. И никаких явных таких коцок я на нем не заметил. Но это уже те тонкости, которые нужно рассматривать, стоя рядом с автомобилем. Я же сейчас пересяду на переднее сидение и попытаюсь вам рассказать, как аппарат ведет себя на ходу. Перемещаюсь на водительское сидение. Здесь тоже с посадкой все, как мне кажется, отлично и прекрасно. Закрываю дверь. И вы знаете, тут еще один момент, о котором хочу сказать. В этом аппарате обнаружилась вот такая игрушка в виде видеорегистратора. Я когда первый раз завел машину, он мне написал «Вставьте карточку». Я приобрел буквально несколько дней назад себе вот такую карту «Кингстон». Это новая серия карт, которая предназначена специально для видеорегистраторов. У меня стоит довольно такой посредственный регик, как его называют, Xiaomi. Качество картинки невеселое, поэтому ставлю на максималку по разрешению. И в результате, получается, пишет очень немного. Поэтому я купил вот карточку 64 гига. Есть 128, но денег пожалел. Тем не менее, теперь буду включать максимальное разрешение. Я думаю, что количество записи на 64 гига будет более чем достаточным. Там на несколько дней точно будет хватать. И говорят, что эта карточка совершенно неубиваемая. Защищенная, которая дает вам и очень хорошие битрейды при записи. Думаю, что 4К вполне будет тянуть, потому что уже даже такие есть регистраторы. Ну и, соответственно, гарантирует вам сохранность информации. Вот я эту карточку и протестирую на каком-то, не знаю, возможно, нонейм-регистраторе именно на Avensis. Ну, коль он здесь есть попутно. Ну что, а теперь давайте я попробую рассказать вам, как ведет себя этот аппарат на ходу. Мне это тоже интересно освежить, потому что, повторюсь, катался я как-то со своим другом. И тогда мне жутко понравилось, как едет Avensis. Знаете, такое ощущение, что это автомобиль выше класса. Очень комфортно, но давайте все-таки освежать. Это было довольно давно. Никаких кнопок старт-стоп, естественно. Так наша карточка в нашем нонейм каком-то заработала. Регистраторе. Автоматическая коробка передач. И поехали. Закрываю окна и включаю кондиционер. Все, кондиционер дует. Все хорошо. Но из первых же метров движения я должен сказать, что это классический японец. Вот вы знаете, на европейский рынок и на японский рынок поставлялись совершенно разные автомобили. Хотя выглядели они одинаково и назывались одинаково. Вот помните, был такой Nissan Zephyra и была Nissan Maxima. Так вот, Maxima точно такая же машина. Ну, были там немножко разница по движкам. Но, тем не менее, ехала совершенно по-другому. Жесткая, плотная. А Zephyra плыл. Так вот, Avensis, это один из тех автомобилей, который настроен как раз по-японскому. Вот он как раз плывет. Он мягкий, комфортный. И несмотря на то, что этот аппарат 2006 года, прямо скажем, не самый свежий пробег, 153 тысячи. Я думаю, что он точно настоящий. Тем не менее, аппаратик плывет. Нет лишних никаких шумов. Вот на данный момент больше всего, наверное, шума производит система вентиляции, кондиционер, каких-то поскрипываний явных. Но пока я еду по хорошей дороге, тем не менее, пока я не слышу никаких проблем по салону. Эта мягкость, она, безусловно, отражается на управляемости. Машина валкая однозначно. И руль у нее пустой. Ноль ощущается довольно слабенько. И к этому нужно привыкать. Еще один момент, на который вы обязательно обратите внимание, если пересадите вот за такой Avensis какого-нибудь современного автомобиля, это тормоза. Они здесь плохие. Но как плохие? Здесь все специально задемпфировано, чтобы машина не производила никаких лишних движений, никаких резких движений. Чтобы она никого, ничем не тревожила. И вот чтобы вдруг, нажав резко на тормоза, вы там не кивнули вперед, тормозов здесь, как некоторые говорят, нет. Они есть. Но давить на них, к ним нужно привыкнуть. И давить на них нужно с некоторым усилием. Кстати, то же самое. Это, пожалуйста, Toyota Land Cruiser 200. В последних рестайлингах поколениях там как-то повеселее стало. А до этого ведь тоже тормозов-то не было практически. Это Lexus LX 570. Опять-таки, в последнем поколении более-менее в предыдущем машина не тормозила. Это стилистика Toyota. Это не потому, что они не могут сделать нормальными тормоза. Конечно, могут. И тем более они делали всяческие Supra, которые, кстати, вернули на рынок. Ну и прочие автомобили спортивные. И у Lexus есть такие мощные аппаратики. И там есть тормоза. А это стилистика. Это вот чисто японская стилистика, которую они пытались перенести на европейский, в том числе на российский рынок. И, к сожалению, в случае с Avensis не получилось. И тем не менее, если вы любите эту японскую стилистику, если для вас все-таки в приоритете комфорт автомобиля, то вот как один из вариантов за совершенно уместные, скромные деньги. И у Toyota есть еще один бонус невероятный. Это ликвидность. То есть вы, вот я уверен, купив этот автомобиль, ну за сколько-то, за сколько сторгуетесь, через год вы продадите его примерно за столько же, а может быть даже немножко и заработаете. Это 100%. Ну и надежность, наличие всех запчастей. Так что в ближайшее время, коль уж я анонсировал цикл программ по бэушкам, там от 500 до 700 тысяч, 700 тысяч, я буду сравнивать в том числе Avensis, например, с топовым по продажам Hyundai Solaris, который будет намного свежей. Но есть у меня подозрение, что если вы найдете Avensis в хорошем состоянии и будете, ну точно знать, что это хорошее состояние автомобиля, будете доверять продавцу, внимательно посмотрите автомобиль при покупке, то вот я бы, например, сильно задумался сесть в Solaris или вот в такой вальяжный аппаратик, на котором вы будете себя как-то очень комфортно, как на диване возить по городу, да и по трассе он тоже будет нормально ехать. Хотя, честно скажу, я не проверял его в динамике, это, наверное, все-таки вот в сравнительном тесте сделаем, но 129 лошадиных сил, как вы понимаете, и такой очень-очень растянутый автомат, тоже, кстати, сделано это намеренно совершенно, они не позволят вам ездить динамично на этой машинке. Это 100%, то есть если вы любите какой-то драйв за рулем автомобиля, точно не ваша тема, ни двигатель, ни коробка на это совершенно не рассчитаны. Ну, вот, в общем-то, и все, что я сегодня хотел сказать. Давайте расценим эту мою плавную поездку на Toyota Avensis 2006 года выпуска с пробегом 153 тысячи километров. Расцениваю ее как анонс серии программ по автомобилям с пробегом. Предлагайте, какие бы вы хотели посмотреть автомобили в моих тест-драйвах именно пробежные, что с чем сравнить, потому что у моих товарищей в Союзе, ну, действительно, есть выбор автомобилей самых разных в этом ценовом диапазоне, поэтому можно и посравнивать будет, что, наверное, самое интересное. Ну, и традиционные в конце анонсы из свежих программ это Toyota Corolla новая, которая, кстати, попадает ровно в этот же сегмент. Очень комфортный автомобиль, но в сравнении с предыдущим поколением заметно более комфортный. И, наверное, самый комфортный в своем классе на данный момент. Но тут опять проблема цены, потому что есть одноклассники, безусловно, дешевле, но нужно прокатиться. Возможно, эта Delta там в районе 100 тысяч между, скажем, Skoda Octavia как раз и не будет такой критичной, с учетом того, как едет новая Corolla. Так что прокатитесь, посмотрите, если в этом сегменте машинами интересуетесь. Ну, и еще одно видео, которое не касается в данном случае автомобилей, это travel-видео. Я начал в последнее время довольно много снимать travel-а в связи с появлением моего нового проекта интернет-магазина и travel-портала в одном совмещенных под названием altai.ru. Так что заходите, смотрите. И вот свежее видео на эту тему. Это путешествие к подножию горы Белуха, на самой высокой точке Сибири в село Усть-Кокса, Тюнгур. Ну, в общем, такое подробное бытовое видеопутешествие по Горному Алтаю длиной 700 километров в одну сторону. Так что вдруг планируете сейчас отпуск автомобильный и welcome на мой канал. Смотрите, видео получилось целых 27 минут. На этом, пожалуй, все. Я теперь уже окончательно с вами прощаюсь. Я традиционно желаю вам удачи на дорогах. Счастливо до следующих видео. До следующих видео про, в том числе, автомобили с пробегом. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok